Ну, я стримершу взломала 16-летнюю почти, практически, 17-ти, вот, и как бы мне поебать, я взломаю парламентрашки, поняли? Так, остановочка. М? Стримерши 16-ти, практически, 17-ти лет. У меня где наебало? О, шик. Это 4 плюс 4? Да я просто оговорилась, Макс. Опять мне посадят, ебаный. Слышь ли, за что тебя посадят, что ты тут мне пиздишь? Да не шути так, но они реально подумают. Фигню всякую. Че, юристу позвонят. Максим! Спонсор этого ролика 1x2. Самый надежный букмекер, тут большие выигрыши и быстрые выплаты. А также, помимо спортивной рубрики, есть киберспортивные дисциплины. При первом пополнении 1x2 дарит вам 6,5 тысяч рублей. Подробности, комментарии под видео. Погнали! Всем привет! Меня зовут Амина, и если вы смотрите это видео, то вы, наверное, в курсе, что со мной произошло. Дело в том, что буквально 10 дней назад мой инстаграм-аккаунт был взломан. Его взломали турецкие националисты, ну, они себя так называют. Если что-то громче нету, там был очень тихий звук, потому что я записывала вот на это вот чудо. И вот так вот. После взлома моему брату Вличку сразу пришло сообщение голосовое от какого-то неизвестного чувака. Почему вы ржете? Ладно. С турецким ником. Прослушайте сейчас слово внимательно. Короче, он это сказал. Ну, он тоже турецкий на самом деле сам по себе. Он говорит это, чтобы на турецком языке, ну, или на азербайджанском, без разницы. То, что это нужно сказать, ну, извинения перед всем турецким народом, перед всем азербайджанским народом и вообще там перед, ну, мусульманским народом. Я не буду унижаться, ничего плохого не делаю. Я делала вот, делала фигню там, это, знаешь, это, танцевала там, стриптиз, вот это все. То, что я вот это делал, я изменяюсь. Ну, я все видео не смотрел, там есть позорные видео, всякие. Живите такие у**. Я изменяюсь вот эти все позорные видео, которые распространяло. То, что там материлось, да, вот это все. Я сказала ему запикай, пожалуйста, так, чтобы не было понятно, что там говорится, блядь. Он запикал так, что там все нахуй понятно. А еще, короче, монтажер взял и смотрите, что сделал, готовьте уши. Спасибо огромное, я прочитаю донаты после стрима, после видео. Это просто посреди ролика, ты шаришь? Сказать, что я изменяюсь. А, еще. Блин. Ну, короче, за всю хурму, короче, ответить, извиниться. На турецком. Меня просят извиниться за всю хурму, чтобы понимали. На турецком. Я с джемом поговорю, он тоже сказал. Ну, просто по-русски. Джема, это типа хакер. Ну, поэтому я как бы и на турецком знаю, и на азовызянском, и на русском могу передать. Как вы слышали, эти люди обвиняют меня в том, что я а. танцую стриптиз, б. общаюсь с русскими мальчиками, и в. не просить извинений, потому что я оскорбляю и позорю их народ. Спасибо. Чей народ? Турков и азербайджанцев. Первое. Я не танцую стриптиз. Все нарезки, клипы и сохраненные стримы вы можете посмотреть на меня на твиче, ссылка в описании. Б. Я считаю, что неважно какой национальности человек, и это никак не может помешать вашей дружбе. Если я азербайджанка, это не значит, что я не могу дружить с русскими ребятами. Я родилась в России, у меня огромный круг общения. Из разных национальностей, из разных рас, и мне абсолютно не важно, какого цвета кожи человек, или какой он нации, с какой он страны. Поверьте, это далеко не самое главное. Есть одно важное качество — человек. И я вам всегда об этом твердила и говорила, и вы всегда это слышали, вы всегда это видели. Это даже есть в ярких моментах моего твича. Они требуют с меня извинений на турецком языке или на азербайджанском, мол, за мое поведение. Я не считаю свое поведение каким-то вульгарным. Да, я матерюсь, иногда у меня проскальзывают пошлые шутки. Я не согласна с тем, что мат это хорошо, но это моя вредная привычка, можем назвать ее так. Я, честное слово, пытаюсь от нее избавиться, потому что это не красит никого. Более того, эти ребята прикрывались мной под моим же аккаунтом. То есть они сначала взломали, написали везде на турецком языке, что я взломанная и все такое, гордились этим, ставили свои ники. Также они начали кичиться просмотрами моими в историях и писать то, что вот, смотрите, она за ваш счет зарабатывает. Типа, в смысле за ваш счет зарабатывает? Вот меня вообще это реально поразило, я была в полном шоке, как люди вообще могут такую хуйню писать. Типа, в моем инстаграме, когда в моем инстаграме была реклама, это было просто вот сосчитать по пальцам рекламных интеграций в моем инстаграме. Это реально можно считать по пальцам. У меня инстаграм был миллионник, я могла интегрировать его так, что просто забыть о том, что такое зарабатывать деньги. Типа, давайте будем честны, но я этого не делала. Типа, я пошла там на какие-то беттинги, да, ставки. Я пошла на какие-то ставки, я взяла только их, и я взяла там три типа истории и все, пробные. Вот, и то я их не сделала, потому что меня просто взяли и изломали. Смотрите, какой ужас. Знаете, меня это очень сильно удивило, но больше у меня сгорело с того, что ребята начали обманывать мою аудиторию, начали обманывать моих подписчиков. Они начали выставлять исток. Вот с этого у меня битья с жопа горела, вот у меня так жопа, у меня так жопа горела, вы знали. Если бы вы знали, как сильно у меня горела жопа, вы бы просто охуели, как сильно у меня гореть жопа. И с другими аккаунтами писали, что если наберется 100 тысяч подписчиков, то я сниму маску на этом аккаунте. Вот примерно из скрины, как это выглядело, если вам интересно. Ну, вам не видно. Также они кидали скам-сайты на свайпы. Представьте себе, просто турецкие скам-сайты, которые воруют ваши личные данные, ваши пароли, ваши логины. И моя аудитория действительно шла на это, потому что в истории самой, на которой был свайп, было написано. По свайпу вверх я объясняю, как, кто и почему взломал мой аккаунт в Инстаграме. Боже. Мне очень жаль тех, кто повелся на это. Я старалась максимально вас от этого обезопасить. Писала во всех своих социалках о том, что это не я, и о том, что меня сейчас взломали. Спасибо всем тем, кто... Между прочим, несмотря на то, что я старалась вас обезопасить, здорово, Рам. Несмотря на это, есть люди, которые реально на это велись, которые свайпали, и которые действительно дарили свои данные просто рандомным челом. Я вот эту информацию, кто помогал мне банить этот аккаунт, кидать на него страйки. К сожалению, мы не смогли заблокировать мою основу, потому что по факту она не нарушает никаких принципов сообщества. Ну, помимо того, что чел сидит и выдает себя за меня. Еще одна немаловажная часть всей этой истории, это угрозы, которые прилетали моему брату в личку. Почему брату? Потому что моя личка закрыта, и до меня дописаться практически невозможно. Они писали, что... Здорово, Рамакун, я сейчас ромка. Эй, щенок, дай свой номер, найдем там тебя, встретимся, вся хуйня. Пруфы я могу приложить вот сюда. Ну, типа, я даже уберу с себя, чтобы вы это прочли. Типа, челы в тупую угрожали. Ну, это вообще не круто, я считаю. Просто в тупую сидели и угрожали. Типа, и объясни свою сестру, что она такую не делала. Номер свой напиши, щенок, даже не думай так говорить. И так дальше, типа, ему не читали, потому что, ну, прямо поняли. Рам, хорош! Рам, хорош! Где сестренка? Я, по-моему, фотографировала свой телефон, и найду этот скрин, и вставлю вам вот, чтобы вы посмотрели. Эти сообщения мы не открывали, потому что я не хотела, чтобы они были прочитанными, но в целом, вот. Также через мой аккаунт они пялили всякие свои аккаунты, и еще там был аккаунт с турецкими какими-то нарезками, которые содержали экстремистский характер. Чек на платный видео. Я считаю это суперправильным. Ребята кричат о своей правильности, но при этом они рекламируют такие вещи на моем аккаунте. Типа, тут реально дикое противоречие, чуваки себя выставляют суперправильными челами. Они выставляют себя, что вот девушка должна ходить в фиджабе, но они не смотрят на то, что происходит там у них. Я не хочу ничего против выразить Азербайджана или Турции. Я люблю эти страны, эти страны, это, ну, мои родные страны. Я там была, я там жила, и я не могу сказать ничего про них плохого. Никогда в жизни не скажу. Нет плохих, как бы, национальностей. Есть просто плохие люди, и все. Эти аккаунты, которые они рекламировали, это их аккаунты. И таких фейков они сделали куча. Помимо этого, они постоянно меняли ники. Вот, опять же, пруфы, смены ников. Они по КД ники меняли, просто по КД. Мне мои подписчики скидывали новые ники, потому что я собиралась кидать страйки на эти аккаунты. Мы, короче, кинули столько жалоб на мои аккаунты в Инсте, что эти жалобы реально были, ну, типа, просмотрены, и сказали, что вот этот аккаунт не нарушает принципы сообщества Инстаграм. Поэтому мы не смогли забанить аккаунты. Его фейковые, со скам-сайтами и так далее. Потому что, опять же, по факту, эти профили не нарушают принципы сообщества Инстаграм. Насчет саппорта. Я писала туда сотни тысяч раз, но, к сожалению, не была услышана никем. Я ни в коем случае не говорю, что Инстаграм вот такой сякой, что он не отвечает мне на саппорт. И я понимаю, что огромное количество людей ежедневно пишет саппорт Инстаграма с подобными проблемами. Я понимаю, что они чисто физически не смогут ответить всем, потому что это всемирные социальные сети, в которых сидит огромное количество людей. У меня была огромная аудитория в Инстаграме, она насчитывала, опять же, почти миллион подписчиков. Было 923 тысячи подписчиков. Можешь сейчас зайти просто на мой аккаунт в Инсте и чекать, на сколько там подписчиков сейчас. Это полный пиздец. Это реально полный трэш. И это огромная ответственность. Но эти люди совсем этого не понимали и кидали на такую огромную аудиторию, когда просмотров в истории больше 300 тысяч скам-сайты. Они вымогали деньги у моих подписчиков в Директе, но, по крайней мере, это со слов моих зрителей. Я не могу 100% утверждать эту информацию, потому что у меня нет никаких пруфов и переписок, потому что мои подписчики наотрез отказывались скидывать эти скрины. Не знаю почему, они прикрывались. Я просто предполагаю, что эти зрила напиздели мне. Потому что если они не кидают мне пруфов, то... Как ты думаешь? Ну, типа, скорее всего, это... Поэтому я уточнила, что у меня нет пруфов, чтобы вы понимали. Тем, что вот я удалил. Поэтому, опять же, не могу вас убедить на 100%, но контекст был таков, что вот моя мама болеет, пожалуйста, скинь мне денег. Также они писали моим подругам, просто людям, с которыми я общалась в Директе... Это вообще мем, отдельная история. О, секс, о май гад, и всякую прочую фигню. Мне скидывала даже вот Марана, как ей писали эти челы, типа, секс, вот, скрин, если вам интересно. Ну, это полный мем. Типа, они Диане Райс писали, типа, секс, секс, короче, они всем писали секс. Чё? Ну, это мне скинули. Что у моей мамы? Рай. Да, это фейк. Да, это фейк. Угу. Я считаю, что любой уважающий себя мужчина никогда не станет ущемлять и обижать маленькую девочку. По факту, я ребёнок. Возможно, неправильно, что я прикрываюсь возрастом, но это так и есть. Типа, я нашла пару комментариев о том, что я прикрываюсь возрастом ещё до этого ролика, как бы, да, но по факту, ребят, по факту как есть. Ну, как есть. Типа, если даже сравнивать, сравнивать их возраст и мой возраст, вы слышали по голосу, я видела фотографии посредника. Это действительно взрослые люди. Это взрослые мужики, которые вот так вот со мной поступили. Огромное спасибо за риса. Погромнейшее тебе спасибо, Бран. Может, взрослый мужчина обижать 17-летнюю девочку? Они обвиняли меня в том, что я публично на своих стримах оскорбляла их народ. Но это неправда, потому что первое. Модерация Твича. Привет! Здравствуйте правила Твича и, собственно, правила, которые я не нарушала. На Твиче запрещено оскорблять чужие страны и нации. Это есть в правилах Твича. Если вам интересно, то зайдите и прочитайте их. Второе. Я так не считаю. Я везде кричала о своей толерантности и о любви ко всем абсолютной, о том, что мы едины, о том, что мы равны. За моим поведением нет ничего постыдного, поэтому я не буду извиняться. Как они сказали, цитирую, твое сердце гнилое и никогда не станет прежним. Они пытаются найти моего папу и благоразумить его. Опять же, это тоже цитата. Они считают, что моя мама больная и то, что она вообще не азербайджанка. Это тоже сокричен переписок. Они, типа, короче, сидели, у них там какой-то паблик, типа, во всеобщее благо называется. И этот паблик несёт экстремистский характер. То есть, там действительно экстремизм. Там люди, типа, сидят, они сидят и, типа, стараются избавиться от людей, которые позарят их народ. Но они просто немножко не в вторусло пошли. Они не вышли на улицу, да, там, в Турции и начали там это всё чистить. Они пошли в интернет, и первое, на кого они напали, это был ребёнок. Сука, у меня соска во рту какой. Вот почему? Почему именно я? Я сижу и думаю. Ну, реально. Ну, типа, почему именно ребёнок? Почему никто другой? Я, конечно, не хочу, чтобы кого-то другого так же, как со мной поступали с кем-то. Вы ещё считаете, что они вообще не имеют права так себя вести? Почему они имеют права так себя вести? Почему они имеют право навязывать мне свои принципы? Почему они имеют право навязывать мне своё мировоззрение? Почему они считают, что они имеют какое-то право вообще мне диктовать, как мне жить? Типа, это моя жизнь. Меня воспитывала моя мама, и я веду себя так, как она воспитывала меня, как я считаю нужным. Типа, да, я матерюсь, да, тварь нереальная, но такая, как есть, на дороге не валяюсь. Любите такую, какая есть. ...сливали их за ребят. Они пытаются благоразумить меня и пытаются переубедить меня в том, что я не права, и то, что я действительно позорю их народ. Но я не делала ничего постыдного. Но реально же не делала, что я делала постыдного, расскажите. ...показываю какие-то части своего тела. Макс, тебе кажется, тебе вообще плевать. Ну, на джавю просто. Джавю? Ну, я смотрел это уже шесть раз. Может, и больше. Мне кажется, тебе просто плевать. ...пела на стриме. Я просто себя лично поебать узнаешь. Извинись. Извини. ...общаюсь с аудиторией, рофлю, смеюсь, да, периодически... Лично Максу поебать. Это нехорошо, я понимаю. Я не могу себя здесь оправдать. Я исправлюсь. Это моя проблема, и это моя вредная пылечка. Они угрожали взломать мой твич, но я очень сильно себя обезопасила. Помимо этого, очень абсурдная новость, но они сказали, что будут пытаться взломать парламент России. Да. Стояться можно прямо сейчас. Это просто мем, понимаете? Я вообще, короче, я вам скажу прямо. Без гроз, без всего, просто ровно. Я, имея вот такие вещи, которые они делали, которые они мне писали и говорили, ещё угрожали тем, что они будут взломать парламент России, можете смеяться прямо в чате. Вот. Я, у меня есть... Да, у меня нет 18, но у меня есть люди, которые за меня могут заступиться. У меня есть люди взрослые, старшие, у меня есть родители, у меня есть друзья. И я просто могу, типа... Мама мне защитит, и она сказала, что можно просто пойти в международный суд. Ты о чем ржёте? Вот. Типа, можно просто пойти в международный суд, серьёзно. То есть, ну, я уже думаю реально идти парламент Рашки взламывать. Ну, я не знаю, как вы, конечно, но, типа, это изи вообще для меня. Ну, я стримершу взломала, 16-летнюю практически, 17-ти. Вот. И, как бы, мне поебать, я взломаю парламент Рашки, поняли? Так, остановочка. М? Стримерша, 16-ти, практически, 17-ти лет. У меня где наебало? О, шик. Это... 4 плюс 4? Я просто оговорилась у Максу. Опять меня посадят, ёбаный. Слышь, за что тебя посадят, что ты тут мне пиздишь? Да не шути так, они же реально подумают. Фигню всякую. Ммм, че, юристу позвонил. Максим! Прости. Этот человек... Это что за смайлик? Стойте! Что за смайлик? Это у Рамиза смайлик был? Нет, я потеряла смайлик. Там какой-то смайлик был Рамиза без носа. А, это не Рамиза, это Элви. Блин, скинь еще раз этот смайлик, чувак. Это Элви без носа. Можете скинуть смайлик, крутой был? Подпишись на меня лучше. Сказал, что ты принят мне аккаунт. Быстро. Написал в этом профиле. Вотскрин. Но я ему не верю и не поверила и не стала ему ничего писать, потому что я считаю, что он не стоит договариваться с такими людьми. А, он что писал? Он мне пишет, короче. Извинись передо мной. Не извинись, а скажи, что ты меня любишь на турецком. Вообще охуевший. Да, вот этот смайлик, крутой. Соговариваться с такими людьми. Вот скрин нашей переписки в WhatsApp. Это не скрин, ты видел? Я сам не знаю, откуда у него мой номер. Наверное, он меня взломал и его увидел. Ну, скорее всего. Сначала он пытался сказать мне, что вот я из Мстаграма, из Фейсбука, смотри, я тебе помогу вернуть твой аккаунт. И, наверное, взять с меня какие-то данные, чтобы я точно не восстановила свой аккаунт. И чтобы они подтвердили за меня поддержку. То, что вот, мы владельцы аккаунта, все такое. Посмотрим еще раз на первую историю, которую они выставили в моем Инстаграме. Цитирую. Вот такой конец бывает у таких людей. Я обращаюсь к... Типа здесь они реально принижают русскую национальность, я считаю. Я это полностью осуждаю. Я с этим не согласна, и вы можете посмотреть на моем мини-пролике. К русским. Знайте свое место, потому что тюрки идут. Как я могу вообще... Тюрки идут. ...как я могу вообще перейти к этой ситуации? Для меня это выглядит супер абсурдно. Ребята, никто никого не оскорблял. Почему-то эти ребята посчитали, что они имеют полное право, а тут принижать русских. Я считаю, что это какое-то принижание с их стороны. Хотя они меня упрекают в том, что я принижаю их страну, принижаю их народ. Здесь они точно не правы. Как и в том, что они ущемляют 17-летнюю девочку, ущемляют ребенка, диктуют, как жить, и навязывают свои правила и свои принципы. На этом все. Хочу... Ставь мне лайкос и свое мнение в комменты, потому что оно мне реально еще важно. Поэтому, если я вам не впадла, я была бы вообще... Ставь лайк, если заебали тупые девки. Подпишись, если заебали тупые девки. Сыка мить, если заебали тупые девки. Ставь лайк, если заебали тупые девки.